Аргейм Русс. Солдатики. История и мобилизм. Аргейм Русс. Здравствуйте! Продолжим нашу беседу про Минотавра. В первой части фильма мы разобрали географию местности, на которой разворачивается действие мифа. Я рассказал саму легенду. И мы стали реконструировать ту возможную реальную историческую основу, которая легла ее основу. Во второй части вы узнаете некоторые факты про минойцев и древних греков, которые редко освещаются в исторических фильмах и литературе. В конце повествования я покажу вам миниатюры, изображающие Минотавра. Представлю работы с канала Мистер Бит, Левон Гур, а вы сможете оценить, кто сделал лучше. Так как наш канал позиционируется не только как исторический, но и как канал для моделистов и коллекционеров. В первой части мы остановились на том, что афиняне отправили на Крит дань людьми. Какая судьба могла ждать этих людей? Ученые нашли на Крите, в местечке Анимаспили, храм богини ветров. Это было одно из главных божеств, почитаемых на острове. В храме проводился религиозный обряд, суть которого сводилась к тому, что юношу лет 17 связали и положили на алтарь. Потом бронзовым ножом перерезали ему сонную артерию, из которой стала хлестать струями кровь. Ее жрица тщательно собрала в кувшин и приготовилась отнести к статуе божества, чтобы насытить ее жертвенной кровью. Но тут произошло землетрясение. Постройка развалилась и погребла под своими камнями и жертву на алтаре, и его убийц. Археологи нашли в этом храме тела девушки за алтарем, женщину, выносящую кувшин с кровью, и мужчину, на пальце которой было очень дорогое кольцо, и, собственно, юношу, принесенного в жертву. Это археологически доказанный факт человеческих жертвоприношений на острове Крите. Храм рухнул в 1700 году до н.э., в период расцвета Минойской цивилизации. Кстати, примерно то же землетрясение разрушило и ранний дворец в Кносии, на руинах которого строился уже знаменитый дворец Миноса. Сейчас в Греции существуют неоязычники, которые на полном серьезе поклоняются Зевсу, Афине и другим олимпийским богам. При этом они провозглашают, что язычество у греков было чистым, и никаких человеческих жертвоприношений в нем не было. Организаций неоязычников в Греции несколько. Они продвигают общечееческие ценности, но при этом конфликтуют с православием, которое является традиционной для греков религии. Они создают романтическое язычество с налетом национализма. Им не важно, как было на самом деле. Им нужен привлекательный образ, религиозное учение, при помощи которого можно легко вербовать новых верующих. Адепты этих сект даже подавали на ученых иски и пытались доказать, что жертвоприношений в анимаспиле не было. Но они проиграли эти процессы. В данном случае наука победила религиозных фанатиков. Но число язычников возрастает. Так как молодежи нравятся более раскрепощенные идеологии, более свободные половые отношения, патриотизм на грани национализма. Это резко контрастирует с более жесткими в моральном отношении традициями православия. И что нас ждет через несколько поколений в области моральных принципов для молодежи, покрыто завесой тайны. Вернемся к минойцам. Это не единственный случай человеческих жертвоприношений. Археолог Уоррен в ходе раскопок в Кносе обнаружил кости как минимум четверых детей возрастом от 10 до 15 лет, которые лежали в куче костей животных. При этом с костей содрали мясо ножами, а кости не варили. Это доказывает, что мясо с них съели. Но это может быть голод и поедание детей по этой причине. Собственно говоря, так часто интерпретируют эту находку, если бы не одно «но». Обращает на себя внимание, что кости не варили. Если бы был голод, то из них явно бы сделали суп. То есть стояла бы задача получить максимально возможный питательный эффект от мяса. А этого мы не наблюдаем. Ответ на то, что происходило в древнем Кносском дворце, дает нам изучение древнегреческих религиозных культов. В Древней Греции был бог Дионис. Его почитатели проводили вакханалии, в ходе которых все напивались вина и после устраивали ритуальные оргии и принесения жертв к божеству. В романтических представлениях это выглядит вот так. Все весело и чинно. Дионису приносили в жертвы зверей. Древнее изображение этой жертвы. Участники вакханалии устраивали групповую оргию. Греки все это тщательно описывали и зарисовывали на своих вазах. Греки не считали это каким-то грехом. Для них это было нормой. Естественно, пикантные моменты я заштриховал. В ходе этих увеселений приносились дары богу Дионису. Они заключались в разрывании на куски жертвенных животных и поедании их мяса сырым. Главными отправителями этого культа были женщины. И это важно. Вы видите, как на древней вазе изображено, как гречанка разорвала олени на части в ходе вакханалии. В Древней Греции в послемекенский период доминировали мужские божества. Хотя, конечно, встречались и женские, например, как Афина. Но на Крите в Минойский период однозначно господство матриархат. Главными богами были женские божества, хотя встречались и мужские. Одним из которых был Дионис. Но жрицами в храмах Диониса выступали женщины. Примерно к 15 веку до н.э. на острове происходит смена религиозных предпочтений. И главными божествами становятся мужские божества. Что вызвало религиозную войну на острове. Отголоски которой находят археологи в виде разрушенных храмов. Многим древним божествам прекратили поклоняться Минойцы. Но культ Диониса не только остался, но и перекинулся еще и на греческую цивилизацию. Мы видим, что культ Диониса в Древней Греции проводили женщины. Это отголоски тех культов, которые происходили на Минойском Крите. Вспомним миф о Минотавре. А именно то место, когда Тисей уплыл в Сариадный. И какому богу Минос принес жертвы и просила помощи? Правильно, Дионису. Самое страшное в том, что в ходе вакханали даже в классический период Древней Греции периодически приносили в жертву богу Дионису людей. Причем их разрывали на части и поедали сырыми. Так фракийские женщины, отправляя культ Диониса, разорвали знаменитого философа и поэта Орфея. Такая же ужасная участь постигла и царя Фив, Пенфея. Последний был разорван вакханками, когда попытался прервать их обряд. Дело в том, что пьяные и буйные женщины ворвались в пригород Фив и стали хватать детей. Видимо, хотели привезти их в жертву. Царь оказался неподалеку от беспорядков, охвативших поселение, и без охраны попытался остановить религиозных фанатиков. Вакханки переключились на него и вместо детей разорвали его на части. При этом надо отметить, что человеческие жертвоприношения постепенно стали все реже и реже в Греции и приносились обычно в период сложных испытаний ввиду надвигающейся войны, голода, болезней. Во многих мифах у греков есть сюжет о том, что готовятся к жертвоприношению, а герой спасает жертву. При этом боги его за это не карают. В Валяде есть такой сюжет, когда царя Гамемнона в войско пыталась заставить принести свою дочь Эфединею в жертву богини Артемиде. Когда девушку уже притащили на алтарь, в обряд вмешалась богиня и заменила ее ланью. Мы видим, как хитрый царь сумел и войску не отказать, в его желании принести жертву богам, и дочь спас, договорившись с жрецами, которые заменили девушку животным. В легенде происходит подмена человека на животное, то есть прямое доказательство того, что ранее часто вместо животных в жертву приносились люди. На уже греческом Крите был обычай раз в два года разрывать руками быка. Это было жестокое жертвоприношение. На острове Тенедос рядом с Троей был обычай, посвященный богу Дионису Антропоресту. Его прозвище переводится как Человекорастерзыватель. У этих островитян был обычай назначать священную корову и заботиться о ней целый год. Когда она рожала теленка, то его тут же убивали, а жреца, который проводил этот обряд, кидали камни, и он мог спастись от смерти только бегством. При этом он должен был забежать в море. По всей видимости, ранее роль коровы выполняла женщина, у которой забирали новорожденного и приносили в жертву Дионису. Исходя из вышесказанного, можно предположить судьбу юноши и девушек, которых кретяне привозили на свой остров из Афин. Возможно, их тем или иным способом приносили в жертву богам. Недаром в мифе говорится, что их пожирал Минотавр. Их могли разорвать на куски и ритуально съесть. Есть еще одна гипотеза о том, какая судьба ждала плена хафинян. Для начала попробуем ответить на вопрос, кто такой Минотавр. Явно не смесь человека и быка, но миф должен иметь реальную основу. Крит – это скальный остров, образовавшийся в результате тектонической активности. Эгейская плита находится с севера от острова. С юга под ней заползает Нубийская плита. Движение этих плит создает частые землетрясения. Нубийская плита выталкивает наверх Эгейскую, что, собственно, и создает остров Крит. Землетрясения тут происходят часто, по нескольку штук в день. Археологически доказано, что сейсмическая активность была и в древние времена. Минотавр жили на острове, который постоянно сотрясали толчки с глубины земли. Люди желали объяснить для себя, что это такое. Критяне почитали силы природы, воплощением которых, в частности, был сернобык. Это было огромное животное в колке до 180 см. Способы поклонения быку были разными. Правильнее сказать, поклонялись силам природы, олицетворением которых был в том числе и бык. Как я уже говорил, быка могли разорвать на куски во время жертвоприношения. Могли зарезать. Животное приносили в жертву богам, пытаясь вымолить милость и хорошую жизнь. Люди верили, что земную твердь сотрясает чудовище, посланник богов. Его называли Минотавром. Он ассоциировался с необузданностью и непредсказуемостью природы. Существо гневалось и сотрясало землю небольшими толчками, шумом, рокотом. Когда оно сильно злилось на людей, то происходило землетрясение. Этого Минотавру лучше всего было умилостивить. Ему приносили жертвы. Проводили религиозные обряды. Недаром в мифе Минотавр живет под землей в лабиринте. То есть чудовище ходит по всему острову под землей и рыком сотрясает ее. Потом крестьяне придумали легенду о том, откуда взялся этот полубык-получеловек. Читая миф, четко видишь, как его сочинитель придумывал сюжет. А потом, видя логические нестыковки, пытался их исправлять. Понимая, что женщине проблематично вступить в связь с быком, мифотворец ввел в сюжет Дедала и его хитроумные приспособления. И так далее. Возможно, что в изначальном мифе этого вообще не было, а потом история дополнялась и обрастала подробностями и уточнениями. Также археологи нашли несколько подтверждений того, что на Крите был обычай таврокатапсии. Что переводится как «прыжки через быка». Есть фрески, показывающие, как юноши и девушки прыгают через животное. Найдено даже золотое кольцо с изображением этого обычая. Этот ритуал был очень важной частью религии минойцев. Обращать на себя внимание, что дворцы на Крите, в том числе и Кнос, имеют в центре площадку. В Кносе ее размер 54 на 27 метров. Вполне вероятно, что тут происходили игры с быками. Вполне возможно, что площадь огораживали заслонами из деревянных щитов, чтобы быки не напали на зрителей. Понять суть ритуала до конца мы уже не сможем, пока не будет расшифрован язык минойцев. Но сделать ряд предположений вполне допустимо. Видимо, девушки и юноши дразнили быка. А когда тот кидался на них, то хватали его за рога, пригибали к земле, бык, пытаясь высвободиться, резко поднимал голову вверх, а кроват взлетал в воздух и ловко перепрыгивал через животное, оставаясь невредимым. Они как бы вступали в борьбу с силами природы и побеждали их, или по крайней мере уклонялись от смерти. Возможно, что после этого быков приносили в жертву. Если кто-то думает, что человек не сможет прыгать через быков, то предлагаю посмотреть современные игры с быками. Как-то так могли происходить игрища с быками и в минойский период. Одна из гипотез говорит нам, что кноски и другие дворцы на Крите могли быть и не дворцами вовсе, а нечто вроде храмов или своеобразных монастырей. На стенах кноски изображены масса различных религиозных сцен. И это не уникальный случай. Вспомните, какие величественные храмы были в древнем Египте. Там происходили масштабные религиозные празднества и обряды. Нечто подобное могло быть и на Крите. Вполне возможно, что пленные афиняне пребывали в кнос, как в храм. Их размещали в нем, и они должны были стать участниками таврокатапсии. Возможно, что их обучали, как вести себя на арене, своеобразные гладиаторы минойской цивилизации. В легенде дочь царя Миноса Ариадна была еще и хранительницей ключей от входа в лабиринт. На практике она могла быть главной жрицей и организовывать праздник в чествовании быка. То, что пленников не сразу умершляли, говорит тот факт, что Ариадна имела возможность долго общаться с афинянами и тисеем. Она полюбила его и решила помочь избежать смерти. Могу предположить, что если бык побеждал человека, то этого несчастного приносили в жертву богам. Может быть, что всех участников ритуала умершляли тем или иным способом, и поэтому Ариадна предала своего отца и стала их спасать. По легенде, тисей побеждает Минотавра и бежит с афинянами и Ариадной с острова. Что скрывает эта часть мифа? Главная жрица решила спасти пленников и не принести их в жертву богам. Что значит убийство Минотавра тисеем? Землетрясения на острове после этого продолжились, но люди уже по-другому их стали объяснять. Иногда трактуют миф про тисея и Минотавра как завоевание Крита мекенцами. Но из мифа явствует, что они бегут с острова, а не завоевывают его. Мне видится, что миф запечатлел эпизод из противостояния мекенских греков, в данном случае афинян, против кретян. Видимо, покоренные афиняне на 18-й год предприняли удачную вылазку на остров, воспользовавшись праздником или просто совершили военный налет. Им удалось застать врага врасплох. Они попортили часть судов непобедимого критского флота, пограбили окрестности Кноса и уплыли на родину. Власть минойцев пошатнулась. По всей видимости, у них был политический кризис. Примерно к 1450 году до нашей эры Крит будет полностью захвачен мекенскими греками, которые сменят правящую элиту острова. Это мы знаем из того, что островитяне, а точнее правящие аристократия и грамотные люди на Крите стали писать на греческом языке, а не на местном. Возможно, что поход Тисея это первый удачный набег на Крит со стороны греков. Точнее, не совсем удачный, так как им пришлось потерять часть добычи, оставив ее на острове Наксос. По крайней мере, Тисей оставил на острове Ариадну. Но все же это была победа, открывшая широкие возможности для экспансии в будущем. Тисей вернулся на родину. Согласно мифу, его отец-царь Эгей, думая, что его сын погиб, в борьбе с Минотавром забросился со скалы. То есть, имел место факт самоубийства старого царя. Афиняне провозгласили новым правителем Тисея. Попробуем разобраться, что все это могло значить. Эгей был великим царем Афин. Его честь была названа даже Море. Он проиграл военное противостояние правителю Крита и был вынужден платить дань. К концу жизни царя появился претендент на трон – Тисей. Он возглавил военный поход против критян и добился успеха в нем. Вернувшись в Афины, с верными воинами, он сверг престарелого царя, который признал сначала его своим сыном. А потом по-тихому Игея убили, придумав легенду о самоубийстве. Такое прочтение мифа мне видится правдоподобным. Хотя я думаю, найдутся и те, кто скажет, что я сгущаю краски в силу своей моральной деградации. Так как в мифе четко сказано, что папа так любил сына, что узнав о возможности его смерти, совершил от горя суицид. Ну, решать вам, кто тут более прав или скорее ближе к истине, так как правду мы не узнаем. Поговорим немного о моделизме. В интернете можно найти вот такой набор солдатиков от технолога. Это именно игровые солдатики, а не военно-исторические миниатюры. Качество литья достаточно хорошее. В наборе четыре минотавра. Они вооружены и экипированы в стиле фэнтези. Для исторической работы не совсем подходит. Ясно, что минотавр не существовал, но иллюстрировать миф все же лучше в стиле того исторического периода, когда происходили описываемые события. Например, как эти современные изображения древнегреческих мифов. Люди одеты не в одежду или на в классическую периоду, а как микенцы или одежду периода, называемого «темные века». То есть в костюмы того периода, откуда были истоки греческой религии и мировоззрения. На канале Мистер Бит автор в двух фильмах рассказывает, как он красил минотавра от технолога. Достаточно хорошо получилось окрасить модель. Фигурка явно фантазийного вида. Канал Мистер Бит специализируется именно на окраске солдатиков, технолога. Посмотрите работы этого мастера. Вот отлично сделана виньетка так называемой гидры. Антураж, композиция на высоком уровне. Заходите, подписывайтесь, смотрите, как он это делает. Там есть на что посмотреть. К тому же он переходит на окраску модели от Вархаммера, что более актуально для варгеймеров. Если вас не устраивает фантазийность модели от технолога, то посетите канал Ливон Гур. Тут можно видеть, как мастер делает глубокую конверсию или кастомизацию, то есть изменение позы модели, отрезает ненужные детали фигурки, долепливает из эпоксидной смолы недостающие элементы. Прекрасная работа. К тому же нет налета фантазийности. И полубык гораздо больше похож на жителя древнего Крита, чем изначальная фигурка от технолога. На этом канале уже много видео по моделизму и Вархаммеру, так что кому интересно, заходите, подписывайтесь. Кстати, ссылки на оба канала будут в описании к этому видео. Если вы не хотите делать Минотавра своими руками, а желание раскрасить и получить в коллекцию этого монстра у вас есть, то предлагаю вам посетить интернет-магазин Сперо Миниатюр. Они продают великолепную модель Минотавра, выполненную на 3D-принтере. Чувствуется, что это чудовище людоед, а не бычок. Самое важное это то, что заказать эту миниатюру можно в разных масштабах. Например, в масштабе 1 к 32, то есть 54 мм. Цена на модель составит 6,4 евро. А в масштабе 1 к 72 фигурка будет стоить всего 4 евро. Можете выбрать любой из приведенных в списке размеров. Очень удобно. Для Грозного Минотавра было бы неплохо заполучить его противника Тисея. Афинского героя можно взять в интернет-магазине WarToys.ru. Огромный выбор высококачественных моделей из олова в масштабе 54 мм. Цены, конечно, кусаются, но есть ряд просто уникальных моделей, аналогов которых вы нигде не найдете. Это относится и к мекенским грекам. В магазине есть ряд моделей, которые можно использовать для создания виньетки. Вот воин с щитом и копьем. Вы можете убрать щит и копье, дать ему в руку самодельный кинжал и готовьте сей. Но все же лучше для образа борца с Минотавром поискать другую позу модели. Пролистаем каталог. Остановимся на этой фигурке. Воин крадется на руках у него меч. Так выглядит эта модель после покраски мастеров. Просто шикарно. Кто-то скажет, что нелогично запускать в лабиринт жертв в шлеме. Зачем Минотавру кидать на съедение людей в дорогой военной экипировке? Но отчасти это утверждение является верным. Но все же думается мне, что для мифического сюжета допущение в виде тисея в шлеме в соответствующем эпохе, о которой идет речь, этот сюжет виньетки. Ссылку на магазин также дам в описании к видео. Для тех, кто захочет создать виньетку в 72-ом масштабе, Тисея можно выбрать из наборов мекенских воинов от Цезарь Миниатюр или Марса. Не буду долго описывать эти наборы, просто посмотрите и выберите подходящую для себя модель. Кстати, в наборе народов моря есть вот такой грек. Он отлично подходит под экипировку времен зарождения мифов Минотаври. Марсовские фигурки. Они, конечно, не особо хорошего качества, скорее даже плохи, но все же можно повыбирать модели для конверсии. Так что ждем от мастеров работы на данную тематику. Ответы на комментарии. В прошлом видео я спрашивал зрителей про качество звука первой части фильма про Минотавра. Дело в том, что мы использовали новый микрофон для записи звука в прошлом и этом видео. Микрофон для нас предоставил во временное пользование YouTube-канал Дима Грищенко. Я получил от вас несколько положительных ответов. Значит новый микрофон того стоит. Нужно его покупать для нужд нашего канала, так как мы стремимся улучшать качество наших фильмов, чтобы зрителям было комфортнее их смотреть. Предлагаю всем неравнодушным принять участие в сборе средств на покупку этого микрофона. Если скинуться по 50-100 рублей или чуть побольше в зависимости от возможностей, того или иного человека, то это будет не сильно накладно для вас, а для канала Wargame Rus это будет существенной поддержкой, которая поможет собрать нужную сумму. Данные спонсоров я перечислю в одном из следующих видео, так что каждый сможет оставить свой след как леценат. Ссылки для помощи канала находятся в описании к видео. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал Wargame Rus солдатики история моделизм, чтобы не пропустить новые видео. Посмотрели видео? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравился наш канал, поддержите его денежным переводом. Как это сделать найдете в описании к видео. Клик и по этим ссылкам и смотри интересные фильмы.